короче проехал я уже 252 километра на нем вот и что и что хочу сказать пока что очень все радует вот я его помыл стал он чистый вот такой вот красавец то что так катаемся сегодня моего мотоцикла потом его поставил пошел магазин очень быстро высыхать седло что может не может не радовать вот так же не еще мучает какой-то посторонний звук при пибрации вот мы будем с этим бороться обороты пробиратора брод двигателя пока это нормальные то ненормальные могу понять в чем какая причина разгонял его уже я до 85 километров нечаянно нечаянно так получилось в общем не чувствуешь скорости хорошо идет короче я сегодня проехал по лесу потерял такую заглушку с этой стороны резиновую она никак не крепилась вот я думал что она должна держаться но она здесь не проехал хорошо она вылетела так что как-то на силиконер насадить я решил рассказать какие-то косяки которые заметил в проехал 212 километров первых меня через 50 километров начало трещать скрипеть точнее вот это вот этот механизм болт был слишком зажат той стороны его немного разжал вроде перестала хотя периодически немного оно поскрипывает надо бы наверное смазать хочется раскручивать непонятно что там будет вот ладно допустим это окей следующее что про подножки я уже рассказал что я брал резинки вот такие вот потому что скользко на них они здесь на таких вот держатся они просто выдираешь и все дальше дальше у меня у меня еще вот эта вот ручка ручка сцепления она трагивается до пластика вот этого вот и тоже вибрировала мне пришлось наклеить скотч чтобы не было вибрации ну вроде помогло всем начало скрипеть вот эта вот ручка когда нажимаешь я здесь много маслом смазал вроде перестала дальше что мы еще видим за всякие очки видите тут напихал хрен знает уже чего вибрация очень сильная вибрация начинается когда мы например раскручиваем до пяти-шести тысяч так я рассказывал про вибрацию вот и сюда и скотч изначально приклеивал потом еще такого поролона сюда напихал но ну помогло да естественно но все равно еще есть это вибрация надеюсь что после обкатки это уменьшится надеюсь но нет так нет придется так катать вот что еще заметил уже краска стерлась моих мотоботов я не ожидал что быстро произойдет но видимо хорошая кожа моих стареньких мотоботов вот уже цепь пора подтягивать проехал ее двести двенадцать километров она уже болтается надо бы уже подтянуть книге сказано что вот это вот максимальный люфт должен составлять порядка двух с половиной сантиметров вот грязненький надо будет его помыть что еще также еще запотевал этот поворотник надеюсь славлю момент когда он будет запотевать и если поеду на сервис то поменяют мне этот вот бардачок с инструментами буквально в первую неделю это все порвалось вот как он выглядит сейчас надо будет пошить какой-нибудь нормальный чтобы ключи нормальным хранились вот здесь две дырочки есть на самом деле надо бы дырочка здесь снизу чтобы когда вода если попадет то чтобы это как-то стекало потому что данный момент все здесь остается так же бывает еще коробки на нейтралку тяжело попасть и приходится немножко там проехать чтобы эти шестеренки наверное стали в особое положение чтобы нейтралка включилась вот наклеил такую наклеечку на лоб мне подогнали от rx250 вот хотя обещали конечно полностью все ну что самое интересное комплекте вот наклеек на вот этот вот минс rx250 стоит 100 баксов думаю даже такая вот наклеечка на лоб очень и очень хорошо кажется штукенция стояла вот здесь вот чтобы номер можно было прикручивать но я как-то подумал что мне наверно будет надежно прикрутить прямо напрямую к пластику этими двумя болтами вот и снизу я еще шуруп саморез загнал на чтобы наверняка было вот эту фигню я открутил и она сейчас у меня валяется просто-напросто вот это вот в ретро вот 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 вот